в самаре навигация в этом году открылась на 8 дней позднее чем в прошлом писала газета голос самары в апреле 1914 года первые проходы снизу пришли в пятницу 11 апреля а сверху в субботу утром уже воскресенье и вниз и вверх по волге пароходы пошли из самары тоже и так на дворе у нас с вами сегодня апрель 1914 года и мы открываем волжскую навигацию звездный простор в мутную синь кинь кинь крылья простер месяц сарынь сто с лишним лет назад волга еще не перегороженная полотенами жила совсем другой свободной и довольно прихотливой жизнью сама решала когда ей освободиться ото льда и дать возможность ходить пароходом доставляя грузы и пассажиров из одного волжского города в другой так в 1914 году льдины по волге шли до полуночи 14 апреля а уже утром здесь не было ни одной льдины вода на волге и на самарке прибывала очень медленно на косе она только подошла к нефтяным баком и залила железнодорожную ветку а луговую сторону самарки не затронула вовсе тогда как в прошлом году в это время был полный разлив большого подъема воды на волге в 1914 году не ожидали поэтому уже в середине апреля все дебаркадеры были поставлены на свои места официально навигация 1914 открылась в 14 апреля первыми пришли проходы дружба из казани и проходы волжско-камского пароходства из нижнего новгорода газеты отмечали что все они были переполнены пассажирами и грузом погрузка на барже также шла усиленными темпами так что как отмечали газеты все пароходства а их в самаре было около десятка были обеспечены на первое время весенними грузами например самару прибыла огромная партия астраханской копченой и вяленой воблы за копченую воблу нужно было выложить от трех до трех с половиной рублей за сотню а завяленую 22 с половиной рубля за ту же самую сотню что касается пассажиров то в их числе преобладали рабочие для которых открытие навигации означало надежду на новые заработки волга как известно кормила сотни и тысячи людей разных профессий так уже с первыми пароходами сюда в самару прибыла огромная масса людей сверховьев волги которые сейчас же разбрелись по ее берегам представители волжско-кампских товаропассажирских пароходств вошли в соглашение и выработали следующие условия на предстоящую навигацию писали газеты весной 1914 года прахты держать одинаковые причем таковые повышаются против прошлой навигации на 20 процентов установлен особый сбор за погрузку и выгрузку товаров по пол копейки спу до загрузы перевозимые от нижнего новгорода до казани и по одной копейки загрузы идущий дальше казани до астрахани включительно соглашение это касается плеса нижний новгород астрахань в соглашение вошли пароходства кавказ и меркурий по волге самолет русь и волжско-камская коммерческая уклонились от соглашение пароходства иван любимов и к и соединенное комбо уже близко пристани клубится дым пароходных труб гудят свистки то басом то тенором обгоняют спешащие пассажиры торговцы рассевшиеся у мостков предлагают кто колбасу кто чулки и гребешки семгу балыки и прочее вот дурачё сейчас пароход а тут они и вот наконец-то я на палубе теперь уже все спокойно и она тоже где-нибудь здесь ищет меня глазами и волнуется да вот она у перил балкона милая как она волнуется но я не спешу показаться ей на глаза очень уж мне нравится смотреть как она ждет меня ну вот снимают трап она перегнулась через перила оглушительно зашумел под колесом пар и пароход начал удаляться от пристани она утирает слезы платочком зоя вот она радостно обернулась когда же как же я проворонила вас радостно смеется и не знает что сказать мне еще ах как я люблю волгу и пароход а день то какой как стекло вода чайки давайте кормить чаек и вот мы уже бросаем чайкам кусочки хлеба не ловят их ныряют прямо над кормой и встряхивают крыльями а кругом между тем налаживается своеобразная речная жизнь пассажиры слоняются по палубе читают дремлют пьют чаи позванивая ложечками а кто-то уже с удовольствием ест аппетитную солянку или бифштексы с кровью бегают тут и там звонкоголосые дети повар внизу на палубе подпольку рубят котлеты говорит о чем-то своем чернорабочий люк а мы пока оставим на несколько минут эту волжскую идиллию описанную евгением чириковым и поговорим о волжских происшествиях 26 апреля против села хмелевки на волге ниже васильсурска на пассажирском проходе великий князь кирилл общество русь два матроса несли по борту кормовую чалку причем матрос крестьянин сергачевского уезда яков кладов упал в воду пароход был остановлен матросу бросили спасательный круг но его успел отнести далеко от парохода тогда спустили пароходную шлюпку между тем кладов держась на воде выбивался из сил спасти его так и не удалось в двух сажениях от подъезжавшей шлюпки он пошел ко дну и труп его так и не был разыскан а пароход гудит себе идет вниз по волге и останавливается у пристани и вот опять пристань суетня ругань грузчиков торопливая команда капитана грохот сходней а потом пароход снова идет в голубую даль равнины туда где на высокой зеленой горе стоит белый город не беги так быстро пароход не гонись за быстротечным временем но нет не слушается меня пароход быстро бегут пол и воды разлившиеся волги крутятся водоворотами пенятся мохнатой пеной возле кормы помогают пароходу а догонять время господи помоги мне что же делать то что делать а волга сверкает под солнцем и сверкает душа моя и прыгает сердце я сижу на корме парохода от теплым встречным ветерком который разбивает мои волосы под широкополой шляпой и жадно смотрю вперед навстречу своей судьбе своему будущему но вот уже облизится вечер под горами на воду ложатся тени синим и розовым туманом подернулись речные дали на луговой стороне волги ярко горит маяк а горы горы темной стеной несутся куда-то в темную даль и доносится с них обрывки славиных песен а вот еще несколько заметок из самарских газет от апреля 1914 года погрузка хлеба на самарке и волге началось горячее время погрузка зернового хлеба и муки в барже на самарке из амбаров грузят зерновой хлеб а на волге муку крупчатку для отправки хлебных товаров в приворские города первым рейсом предположено погрузить до восьмисот тысяч пудов хлеба всего же в течение навигации предполагается отправить до двух с лишним миллионов пудов или назначение командир инспекторского парохода самарского инспекционного участка рачков назначен начальником речных постов участка самара симбирск а на его место назначен командир казенного парохода свияга зиновьев служивший ранее в самарском судоходном участке в качестве судоходного старшины ну и еще телеграфный бюллетень днем 14 апреля в ярославле костроме и чистополе продолжался ледоход от рыбинска до ярославля приступили к обстановке всего в самару прибыла воды выше нуля три целых семьдесят две сажения увы но открытие навигации и волжского сезона всегда несли за собой новые аварии и происшествия без которых не обходилось ни одно лето на волге так как большая река это и большие опасности которые поджидали пароходы самых неожиданных местах и в неожиданное время так уже 12 апреля еще до открытия официальной навигации крупная авария произошла на волге возле симбирска сверху сюда пришли два больших парохода общества кавказ и меркурий екатерина вторая и владимир оба должны были следовать дальше вниз по реке но отойдя вечером от симбирского берега владимир наткнулся на скрытый под водой не окончены еще бык моста в результате владимир получил довольно большую пробоину в боку с быка на котором он засел его сняли казенные проходы и они же доставили его на песок ущерб причиненный владимиру а выразился в довольно значительной сумме а кроме того на очень продолжительное время он вынужден был выйти из дела а вот уже 23 апреля в 11 часов вечера следовавший вниз по волге пароход леонид чиркин на борту которого находилось 200 пассажиров и около двух с половиной тысяч пудов груза налетел на дубовый яр в результате дно парохода была проломлена и он затонул пассажиров снял проходивший мимо пароход а вот весь груз оказался подмоченным единственное с чем все были согласны хорошо что в обеих этих авариях обошлось без человеческих жертв убытки и простой дело поправимое вот чего еще можно было ждать от волги прекрасно знали все волжане любившие и боявшиеся эту неспокойную и великую реку сарынь на взлет весел ход с вами был михаил перепелкин